Собрать воедино красочную и богатую на таланты историю живописи нашего края. Мечта сотрудников музея из-за наконец воплотилась в этой книге. Презентация первого альбома изобразительного искусства Ингушетии в стенах музея собрала немало людей. Оценить издание в уютной обстановке смог каждый. Для меня это открытие, что столько у нас художников и очень талантливых художников. Очень хорошие картины, темы хорошие. Над первой в регионе так называемой книгой искусств работники музея трудились более полугода. Свет издания в тысячи экземпляров вышла при поддержке Министерства культуры региона. Как признается сам автор художественного труда Лейла Алмазова, над изданием работали всем коллективом. Это, конечно, была очень трудоемкая работа. Материалы, мы изучали различные архивные документы, различные искусствоведческие работы, публикации по искусству Северного Кавказа. Я думаю, эта книга вызовет определенный интерес у профессионалов, у историков искусства, у искусствоведов, у обычных читателей, а также у туристов, которые часто посещают нашу республику и интересуются историей, самобытной культурой нашего народа. Мы в рамках празднования столетия янгурской государственности, в том числе планируем переиздание этой книги, более еще дополненная, расширенная. Книга очень важна, потому что подобного рода издание никогда в республике Ингушетия не выпускалось. Это большая объемная работа. Само по себе это издание, оно очень хорошо исполнено технически, имеется в виду, очень хорошо иллюстрировано, все наглядно, все интересно, насыщенно, содержательно. На более 200 страницах книги отразились истоки формирования изобразительного искусства Ингушетия от древности до наших дней, а также биографии, репродукции работ именитых художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, многие из которых присутствуют на сегодняшней встрече, в их числе и Багаудин Сагов. Вот эта книга, она в годах, в десятилетии вперед, это память. Это память, люди невежные, мы уйдем, вслед придут другие, они будут знать, что есть такие художники, что работают в разной жанре, в разной тематике. Я благодарен, благодарен Министерству культуры, я благодарен Людве Тумгоевой и всему коллективу, который работал над этой книгой. Художественный труд Министерство культуры планирует направить в различные учебные, культурные и научные учреждения республики, Более того, книга попадет и в руки почетных гостей и ценителей искусства за пределами региона. Таким образом, о богатом духовном и культурном наследии Ингушетии узнают и в других уголках страны. Дана Плиева, Магомед Белокиев, Новости 24.